привет друзья рада вас приветствовать на канале сегодня мы идем гулять в центр нашего городка альмеры и сегодня вот повезло нам встретить рынок первый раз рынок путешествует в разные дни по целому вот нашему городу и по прилегающим городкам и сегодня среда и в центре альмеры вот позади меня развернулся большой рынок сейчас возьмем что-нибудь перекусить и пойдем гулять на озере в центре нашего города а еще сегодня помимо прогулки в центре поговорить с димой о том почему же все-таки голландия почему мы решили переехать именно в эту страну довольны дима что ты взял я взял не знаю какой-то да это с песто сыром и томатами в общем что-то такое слушай на прикольно нам повезло до сегодня рынок встретить да оказывается этот рынок бывает раз в неделю в городе сегодня он альмиры стад где мы сейчас по другим дням он в альмиры бютен а мэр форте да утрихте в разные дни до разные дни в неделю в общем разных городах и сегодня мы попали в на рынок сегодня среда классно в центре приятного аппетита пончик а у меня там еще будет куки дима скушал пирожок довольно счастливый сам как пирожок и готов ответить на один из самых популярных вопросов последние недели дима почему голландии несколько причин загибайте пальцы их несколько причина первое наверное климат мы хотели жить моря в принципе и у польши в польше можно да где-нибудь жить в море но список работ сильно ограничивается и городов недвижимости так далее в общем там свои минусы есть но мы хотели именно куда приморский климат и варшава и остальная часть центральной польши нам казалось слишком суховатой как для нас все так и было при том что у оливки вот проблемы с кожей мы вот там видим что в конце середине зимы у нее прям вся кожа снял шершавой обостре были обострения топического дерматита здесь вот мы уже третью неделю и кожа гладкая без лекарств без всего и мы прям очень рады этому да так что климат одна из самых важней важнейших тут вещей и чайки орут климат хотели получите получите да нам очень нравится что тут более мягкие зимы и ну а лето в принципе такое же не мне 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 не сильно жаркое как вот в испании мы думали об испании довольно серьезно но там очень жаркий климат который нам было совсем тяжело переносить как то моя северная душа побоялась в такую сильно жаркую страну переезжать ну не знаю может со временем привыкнешь конечно но тяжеловато второй момент это сами города это сама страна в плане именно архитектуры логистики инфраструктуры то что вот мы сейчас с вами идем это как бы такой большой торговый центр под открытым небом то здесь нет таких вот торговых центров знаете как просто коробка огромная и мне куча магазинов вот как-то так это все сделано второй пункт о котором я хотела сказать это архитектура инфраструктура это обычно мой пунктик пунктик это наш общий в том числе ну да мне кажется я как-то по этому пунктику особо отлетаю конечно тело вкуса кому-то нравится другая кому-то еще какая-то кому кого-то устраивает полностью архитектура постсоветская такой индустриализм мне безумно нравится архитектура конкретно в нидерландах домиков я прям наслаждаюсь я иду и наслаждаюсь мои глаза отдыхают и говорят пожалуйста продолжаю еще это замечательно именно мы говорим о низкой застройки то сейчас мы в центре города и вот таких высоких зданий тут совсем чуть-чуть они ну вот буквально они никак не нарушают ну наверное не такие архитекторы как мы и в основном здесь низкая застройка большая часть населения нидерландов живет в частных домах это был наш четвертый пункт также за нидерланды потому что мы поняли что мы очень хотим жить в доме пусть это будет например блок-секция но это должен был быть дом нам должен нам нужен был сад свой и сейчас у нас это все есть здесь причем по совершенно стандартной цене то есть дом здесь это не какая-то огромная привилегия это даже дешевле у нас сейчас наш дом который мы снимаем по факту дешевле чем мы бы снимали трехкомнатную квартиру в амстердаме даже на крайне цены в амстердаме и под амстердам в городах немножко отличаются все равно мари тут не надо смешивать но все равно мы же рядом с амстердамом но смысла в том то что да то что большая часть населения до живет действительно в домах и рынок огромный следующий важный момент очень важный для нас был жить международном больше сообществе где много иностранцев где нет такого сильного разделения на местных жителей на иностранцев приезжали тут по наехать и где иностранцев много и разных и вот здесь как раз такое общество плюс общество всячески помогает иностранцам интегрироваться вот его пойдет скоро в специальную школу для детей иностранцев и это государственная школа где она будет только первый год перед школы основной изучать язык изучать культуру и там будут много разных иностранных детей и вот это круто то есть мы не хотим терять свой язык свою идентичность не хотим как бы подстраиваться и там не знаю выдавать себя за кого-то кем мы не являемся но при этом мы с радостью готовы изучать другую культуру с радостью готовы изучать другой язык и вот жить в таком как бы позитивном культурном обмене вот как это я бы назвала позитивный культурный обмен мне нравится вот как бы я это назвала почему для тебя важно жить в международном сообществе жирная линия сказали подвести то что то что марина сказала это жить в таком международном обществе это очень здорово потому что ты видишь перспективы разных людей с их прошлым с бэкграундом которые они привносят в современной культуре подчерпываешь какие-то вещи о которых ты раньше не задумывался которых ты не видишь не видел правильно говорят что общество человека как бы воспитывает твоя окружающая среда очень сильно влияет на тебя то где ты живешь с кем ты общаешься это мега важно и мега влияет на тебя и мне кажется тут у нас и для нас и для наших детей прям оптимальное общество можно сделать а можно не делать которая сделает из нас лучших людей мне кажется да в том плане что когда ты видишь совершенно разных людей это здорово естественно мы прекрасно понимаем нет здесь сейчас розовых очков это наш второй переезд плюс переезд детьми то есть мы прекрасно понимаем что уже сейчас знаем какие сложности нам надо учить язык естественно да то есть нам надо интегрироваться с культурой хоть не сильно отличается от нашей да то есть это все равно европа но все равно есть разницы и все равно где-то нам будет может это некомфортно где-то непонятно да и нас людям будут не до конца понимать мы будем странными для других людей мы это прекрасно все понимаем потому что странные отталкиваюсь от того что общество здесь более международное здесь очень много разных экспатов и мигрантов называйте как хотите людей которые приехали из разных стран по разным причинам и мы очень хотим такого будущего для детей когда они видят разные культуры когда они не выделяются как иностранки потому что иностранцев много что все как бы иностранцы ей мы тоже иностранцы плюс иностранцы здесь совершенно из разных стран кого мы только вот не встретили за эти три недели а вот русскую речь мы еще не слышали ни разу а По кашле мимо нашли интересное место, кафе с котами, кафе для котов, и там сидят дамы со своими котиками, и один мужчина сидит с котом, и там много разных игрушек для котов, и вот все ходят и играют с котами, прикольно, такое кошачий кафе, о, кошачий кафе, можно сказать, ну, большой довольно-таки, но мы идем дальше. Еще один важный момент заключается в том, что в течение пяти первых лет работы в Нидерландах иностранцы могут получить скидку по налогам. По-английски называется это ruling, то есть tax ruling, вы можете получить до 30% скидки по налогам в течение первых пяти лет. То есть это такой очевидный и важный момент в получении работы здесь, о котором мне на самом деле часто писали на канале, что вот вы радуетесь, что там в Польше есть выплаты 500+, но зато здесь нет налоговой скидки. Ну так вот, есть страны, где эти налоговые скидки действуют, и Нидерланды, это одна из таких стран, и для нашей семьи это очень важный момент, потому что сейчас пока Дима, естественно, приносит большую часть дохода в семейный бюджет, я сейчас начинаю работать больше, но, естественно, пока даже половину не могу разделить, потому что Оливка еще дома находится. Она пока не будет ходить еще в садик, еще полтора-два года точно, и вот за эти пять лет, пока у нас будет действовать скидка по налогам, уже я смогу больше там, больше работать, больше набирать проектов, экспертности, и для нас это тоже важный момент. Ну и вообще, что касается работы и вообще всех этих перемен, разные я получаю комментарии от вас, друзья, большое спасибо за поддержку, она очень дорога нам, очень тепла нам, потому что, да, это интересный период для нас, но и я вижу такие комментарии серии, ой, вот им там предложили лучше работу, они сорвались, поехали. Слушайте, ребят, ну, во-первых, вы не знаете всей истории, давайте начнем с этого, то есть вы видите только то, что вы видите, и это только ваше как бы представление о том, что происходит на самом деле, это раз. Во-вторых, давайте будем честными, если вам предлагают где-то лучшие условия жизни, лучшие условия работы, что вы сделаете? Оставлю этот вопрос открытым, каждый сделает то, что считает правильно для себя, для кого-то трудно диван переставить в своей комнате, уж не говоря о том, чтобы переехать в другую страну с всей семьей. Третий момент заключается в том, что мы спустя те восемь лет, что мы прожили в Польше, и вообще вот за уже нашу взрослую, скажем так, сознательную жизнь, мы поняли, что пусть для кого-то это покажется странным, кто-то в этом не поверит, но окей, опять же, это ваше право, друзья, для нас не всегда даже деньги — это главное, вот поверьте, потому что мы поняли, что для нас самое главное — жить в стране с хорошей экологией, для нас важно дышать чистым воздухом, для нас важно пить и мыться в чистой воде, вот такие, казалось бы, базовые вещи. Если бы мы хотели вот чисто зарабатывать деньги, очень много денег, есть такая возможность, она всегда есть, мы бы выбрали, скорее всего, другую страну. Голландия — это не страна для зарабатывания денег. Голландия — это страна для комфортной жизни в международной среде, скажем так, с хорошей экологией. Мы поняли, что для нас важно, вот то, о чем мы говорили в начале этого видео, для нас важно международное сообщество, для нас важно не чувствовать себя очень вот как бы выдающимися иностранцами, что вот вы иностранцы, и вот так вот к этому, на этом заостряется внимание. Вот что для нас важно. Для нас важны европейские культурные ценности, для нас важна толерантность, как бы вот сейчас ее не вертели со всех сторон, но тем не менее, да, это важно. И здесь, естественно, зарплата выше, ну и уровень жизни выше, и траты выше, выше налоги за машину, выше страховки, да, оплата всех медицинских моментов, выше аренды покупки коммунальные, естественно, все это выше. То есть просто когда мы поняли, что мы готовы переезжать, мы поняли, что по сути за те же усилия, что мы прилагали, например, в Польше или прилагали бы в России, мы здесь точно так же работаем, мы здесь точно так же платим и налоги, и занимаемся дома, машиной и так далее, и так далее, устраиваем детей, чтобы они развивались. Мы просто поменяем качество жизни, то есть мы не хотели просто долго больше жить в квартирах, мы понимали, что в Польше мы тоже могли бы, собственно, мы в принципе тоже могли бы жить в доме, но этот дом был, скорее всего, он был бы, скорее всего, где-то далеко от центра города, да, там, да, социально-культурных центров, от школы, что у нас дети не смогли бы, если бы мы жили в доме, где-то в Польше, там, предположим, под Варшаву или там под Гданьском, наши дети не смогли бы ехать там на велосипеде просто в школу, и это было бы безопасно. Плюс безопасность для нас стала, естественно, также очень важной, и Голландия считается одной из самых безопасных стран в мире, и действительно здесь это есть, и это здесь чувствуется. Поэтому вот такие ценности, не всегда всё дело в деньгах, не всегда всё дело исключительно в хорошей работе, поэтому вот так это складывается сейчас для нашей семьи, если вы эту точку зрения не разделяете, это окей, совершенно, это ваше право, а если разделяете и поддерживаете, очень рада, спасибо, что вы со мной, что вы с нами, и спасибо за вашу поддержку. Увидимся с вами в следующем видео и на прямом эфире. Всем пока-пока!